Сначала кричала, не трогайте меня, не трогайте меня, а потом, пустите, пустите. А я растерялась, смотрю, и милиционер на меня один посмотрел, я говорю, что случилось? Он чуть приподнялся и говорит, она больная, ее надо туда, она не хочет. Зинаиду Мухортову вновь пытаются залечить. В минувшую пятницу ее прямо из дома забрали в психиатрическую больницу города Балхаш. Очевидицей этой операции стала родная сестра Зинаиды. По ее словам, за сестрой приехали четверо полицейских и столько же санитаров из местного психодиспансера. Она стала убить, она стала убить, она стала убить. Наталья попыталась заступиться за сестру, но ей тоже досталось. Полицейские заломили женщиной руки и ударили по лицу. Пошла кровь. На руках теперь синяки. В момент похищения дома с Зинаидой находились двое несовершеннолетних внуков. Бабушку вытащили практически из ванны. На глазах у детей и сбежавшихся на шум соседей полураздетую женщину скрутили и вытащили из квартиры. Соседи до сих пор в шоке. Родным в качестве обоснования главврач показал ксерокопию решения Толгарского суда. Аж двухгодичной давности. В нем предписывалось поместить Зинаиду в стационар. Но за эти два года дело дошло до Верховного суда, который отменил принудительные меры в отношении Мухортовой. А независимая психиатрическая экспертиза подтвердила ее полную вменяемость. Слово представляется, кто будет выступать? Мухортовой, нет? Да. Пожалуйста, слово представляете Мухортовой. Слушайте. Я считаю, что вынесенный судебный акт 5 августа 2010 года и 2 ноября 2010 года являетими законами и необоснованными. По заключению медиков о том, что я в момент составления жалобы была не вменяемой, меня повиняли не поимендущим медицинского характера. Пару лет назад Зинаида Жуматаевна написала жалобу президенту на тогдашнего депутата Мажелиса Ерлана Нигматулина по поводу коррупции. После этого начались ее проблемы. Зинаиду обвинили в ложном доносе. Больше года ее содержали в следственных изоляторах Караганды, Жесказгана и Алматы. Несколько месяцев провела в закрытом учреждении в поселке Актас Алматинской области. Там за совершение жутких преступлений содержат невменяемых людей, таких как, например, людоед Николай Жумагалиев. Дочь Зинаиды, Екатерина, мельком видела маму в женском отделении стационара. Мы пришли, нас не запускали. Маму хоть дайте, хоть увидеть ребенок, мать, хоть посмотреть, как она живая. У нас как-то вот так в окошечко, у нас с палаты вышло, и говорит, Катя, она вся в зеленке какая-то, аллергия какая-то, лекарством пичкает. Больше никто из родных Зинаиду Жуматаевну так и не видел. Съемочной группе удалось снять только эти кадры. Да, потянуть мне нельзя. У меня тут в дворах подошло. Видишь, они мне все, в поле-то... Главный врач психушки Респек Искаков на вопросы журналистов, похоже, реагирует неадекватно. Я вам вопрос сейчас задавал, на каком основании вы закрыли все психушку? Зачем грузы не были? Нет, вы расскажите, на каком основании вы закрыли человека? Здорового человека в психушку на каком? Зачем грузы не пускают? Нет, вы скажите основание. На каком основании вы здорового человека закрыли вообще в психушку? Юрист Амангильды Шарманбаев защищает Зинаиду Мухортову. Говорит, что приехав из Алматы в Балхаш, он столкнулся с самым настоящим произволом медиков. Его даже не впустили в больницу к своей подзащитной. Главврач Респек Искаков сбежал и от него. То, что происходит в этом городе, именно с Мухортово, это просто грубейшее нарушение прав человека. Человеку являются, насильным образом ее задерживают, вполне здорового человека задерживают, который не представляет никому никакой угрозы. Юрист подал заявление в местную прокуратуру на возбуждение уголовного дела по факту помещения здорового человека в психиатрический стационар, а также по факту пыток. Недостойное обращение, которое они используют в отношении Мухортовой, все это подпадает под международное определение пыток или иных унижающих человеческое достоинство видов обращения. Пока местный надзорный орган не предпринял никаких шагов для восстановления законности. Амангильды Шарманбаев подал жалобы в прокуратуру Карагандинской области и в областной департамент здравоохранения. Заявление в поддержку жертвы казахстанской карательной психиатрии сделали авторитетной международной организацией. Как быстро удастся вытащить ее из психдиспансера, неизвестно. Возможно, потому, что Зинаида Мухортова громко и публично говорит о том, о чем в современном Казахстане вслух говорить не рекомендуется. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...